Новым уполномоченным по правам человека в республике назначена экс-депутат Государственной Думы Лариса Яковлева. Такое решение было принято на прошедшей сессии депутатами Госсобрания Республики. Помимо этого были внесены изменения в бюджет на текущий 2016 год. На повестке дня 12 вопросов, и все они заслуживают особого внимания. При этом главный, конечно, изменение в бюджете республики на текущий год. Он скорректирован в связи с увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета более чем на 370 миллионов рублей. Дополнительные средства распределены по нескольким разделам, целевым статьям, видам доходов и расходов республиканского бюджета. В частности, увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, субсидии на господдержку отдельных направлений сельского хозяйства, приобретение лесопожарной техники, поддержку многодетных семей и предпринимательства, субвенции на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан и не только. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличиваются на 713,8 миллионов рублей. Из них 556,8 миллионов рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. 157 миллионов рублей – это грант на поощрение субъектов за результаты социально-экономического развития по итогам 2015 года. Депутаты единогласно поддержали и предложение о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте республики. Теперь профильными субъектами будут считаться не только физкультурно-спортивные организации, но и спортивно-технические общества, клубы, центры спортивной подготовки, студенческие лиги. В числе основных тем и процедуры назначения уполномоченного по правам человека в республике. В ходе тайного голосования на эту должность большинством голосов была поддержана кандидатура экс-депутата Госдумы Ларисы Яковлевой. Она родилась и всю жизнь проработала в Мариел и представляла республику в Государственной Думе России 5 и 6 созыва, где с 2014 года была заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Теперь ей предстоит защищать права людей в качестве омбудсмена. Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина. Добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Конституции Республики Мариел, законами Республики Мариел, справедливостью и голосом совести. Работа уполномоченного, конечно, касается непосредственно с гражданами, жалобы граждан, обращения граждан. Но вторая часть, наверное, этой работы – это и правовое просвещение. Ведь порой очень часто происходит непонимание от того, что мы не знаем, может быть, свои права. За неполные два часа принято 4 закона и 12 постановлений. 21-я сессия стала последней в уходящем году. Депутаты утвердили программу деятельности Госсобрания на будущий год, планируя и дальнейшее взаимодействие с Советом Федерации, Госдумой России, федеральными структурами и органами местного самоуправления в Республике. Следующая сессия запланирована на первый квартал 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова